Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы зададимся вопросом, отталкиваясь от текста книги «Левит», 21 глава, с 1 по 4 стих. Вопрос такой. Почему в ветхозаветные времена прикосновение к мертвому телу оскверняло? Давайте прочитаем сначала этот отрывок. И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Ааруновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя, и прикосновением кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Так вот, в христианские времена это предписание теряет свое значение, потому что в христианские времена все верующие, это братья и сестры, это одна большая семья. Но это не главная причина. Главная причина немножко другая, даже совсем другая. В тот момент, когда Господь воплощается в очреве Пресвятой Девы Марии и происходит соединение земного с небесным, человеческого с божественным, с этого момента человеческое и божественное во Христе в единую ипостась неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и не слиянно. И, как пишет святитель Григорий Низкий, с этого момента мы становимся сателесниками Христа, потому что Он, как истинный Бог, единосущен Богу Отцу, а как истинный человек, а в нем две природы, Он единосущен каждому человеку, живущему на земле, именно как сателесник наш. Таким образом, отношение к любой человеческой личности кардинально меняется. Ведь Господь принимает не природу ангела, архангела, херувима, серафима, а Он принимает на себя человеческую природу. И происходит в нем обожжение этой природы, как сказано о Христе, что в нем полнота божества телесна. И через сродство со всем человечеством Он сообщает великие блага и всем нам, людям. Поэтому в теперешней ситуации все меняется. Христос принес жизнь и жизнь с избытком. И смерть уже является чем-то другим, чем в ветхозаветные времена. Как апостол Павел пишет, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Она становится приобретением, потому что это будет встреча со Христом. Таким образом, в христианской традиции мы не только не оскверняемся, прикасаясь к умершим, но через некоторых умерших мы получаем даже помощь и благодать. Нечто подобное, как исключение из правила, происходило и в ветхозаветные времена. Когда началась война, то одного человека, которого несли хоронить, его бросили в первый попавшийся гроб, а это был гроб, где в пещере покоились останки пророка Елисея. И брошенный при падении коснулся костей Елисея, он не просто не осквернился, он воскрес, ожил и встал на ноги свои. Поэтому эта заповедь, она уже не работает, потому что наша природа вознесена выше ангельской, архангельской, херувимской и серафимской. Ибо Христос, соделавшись нашим сателесникам, он изменил формат нашего существования. И теперь самопричастность Бога, человечества, Христа к нашему человечеству уже является залогом того, что, общаясь с другими людьми, мы не просто не оскверняемся, мы даже им сообщаем духовную радость, как от них ее тоже получаем. И мы знаем, как апостолы возлагали руки на людей, исцеляя их, как апостолы рукополагали кандидатов на служение, епископат, пресвятариат и деканат, и изгоняли злых духов. И не только руками, но даже одежда апостолов исцеляла, даже тень проходящих апостолов исцеляла. То есть формат человеческого бытия, он стал совсем другой, и в христианской традиции данное правило не оправдано после именно Боговоплощения. Подписывайтесь на Библейский портал, чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok